Приветствую, друзья! Вот Денис Васильев мне написал, что в соединении с бесконечным мы здесь и сейчас. Это я немножко перефразировал. Денису привет и всем участникам Школы Человек будущего Homo Futurus. Привет и поздравления с наступившим Новым Годом, праздники этих дней. Да, делаю вам подарок. На самом деле, микросекундные даже приёмы. Вот посмотрите, есть хаос, есть порядок. Хаотичные движения глаз, делайте взгляд, внимание, внимание, делайте вот так. Вверх-вниз, вверх-вниз, стороны, на нос, туда-сюда. Причём напрягитесь, пожалуйста, для того, чтобы искать, как бы делать для себя неожиданно. Несколько секунд. Неожиданно. Бросайте. Ну, как будто вот брызнули, ручка на экран, брызнули вот так. Вот брызг такой. Это звезда хаоса глазами. Туда-сюда, 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 туда. Неожиданно. Вот напрягаться надо для того, чтобы неожиданно для себя делать даже то, что вы не планировали. Например, туда брызнуть, потом сюда брызнуть, потом куда же брызнуть так, вот не запланированно. Ну, вот и настройтесь, чтобы развивать воображение, развивать креативность мозга. Давайте брызгать, брызгать, брызгать. Звезда хаоса на уровне глаз. Потом взгляд остекленевший. Вот такой. Так бывает, когда вы засмотрелись, заслушались, заворожились. Так. А теперь взгляд. Зрачки. Зрачки. Представьте, как диафрагма фотоаппарата. То расширяется, то сужается. То расширяется, то сужается. То расширяется, то сужается. Так. Для этого можете дополнительно представить ещё. Яркий-яркий свет. Он сужает зрачки. А теперь темноту. Расширяет зрачки. А теперь представьте себе. Два пальца перед собой представьте, или две руки перед собой представьте, что они расходятся в разные стороны. И зрачки идут в разные стороны. Вот так раздвигаются, 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 раздвигаются. Зрачки раздвигаются. А теперь поморгайте мелко, мелко, мелко. Поморгайте и мелко, мелко, мелко. Это вот как раз. Поморгайте, поморгайте. По переменной напряжения снимает напряжение. По переменной напряжения. Так. Поморгали, поморгали. И наступает расслабление. А теперь прикройте глаза, отпустите своё тело только в соединении настоящего с бесконечностью. Потому что, как Денис написал мне, он говорит, люди обычно то в прошлом живут, то в будущем, а вот это соединение, которое наступает сейчас, и так отпускает. И стресса, если были на десятке по шкале стресса на нашем градуснике напряжения, на ноль, если были, допустим, на стрессе, на шторме, то теперь выходите на состояние безмятежности, нуля, на штиль, со шторма на штиль. И отпустили себя, и переживайте, о чём переживали. Да, глаза теперь можете держать так, как вам нравится, открытыми или закрытыми, и вот так покачивайтесь, и переживайте, о чём переживаете. Да, я вам хочу сказать, что в этом состоянии это волна. Упражнение «Волна», ключевая, запомните, ключевая волна – это соединение переживаний с колебаниями. Переживания на фоне колебаний, в приятном для вас ритме. Хотите, по кругу делайте, хотите, восьмёрышкой, хотите, из стороны в сторону, раскачивайтесь, да, и переживайте. И наступает благоденствие. Таким образом, хаос – порядок. Да, получается интересно. Да, таким образом, если мы возьмём в реальном масштабе времени, делали секундные действия на уровне глаз. А потом делайте такие вот поминутные, может быть, действия. Да, когда нужно будет в жизни, если вы будете в стрессовом состоянии. Вспомните вот этот градусник напряжения мысленно. Измерьте своё состояние, где вы там находитесь. Здесь 10 делений, здесь шторм – это штиль. Да, уже само по себе, что вы начинаете учиться вспоминать момент стресса, индикатор напряжения, шкалу стресса, градусник напряжения, вспоминать по законам обратной связи биологической, уже вы выходите из этого стресса. А потом вы научитесь ещё рычажок вот так двигать, рычажок двигать мысленно, ментально. Вообще будете снимать стресс. Сначала по минутам, может быть, а потом будете по секундам. И если вы сейчас начнёте подбирать себе либо мелькание глаз, либо бросание взгляда туда-сюда хаотично, либо моргание, мелкое трепетание век, либо потом отпускание себя, либо покачивание. Если вы будете подбирать себе в любой стрессовой ситуации мысленно, что вам вспоминается из этих действий быстрее всего, это уже снижает напряжение. Да, это уже снижает напряжение. Вы увидите, вы так потренируетесь буквально один-два раза. Поймайте себя на фоне стресса. Измерьте, я ещё раз повторяю, себя на шкале стресса. Сдвиньте вниз немножко рычажок. А потом посмотрите, что у вас легче в памяти возникает, и что вам больше помогает. Какие из этих действий? Или мелькание глазами, и потом колебание глаз туда-сюда, маятником, или трепетание глаз, или завораживание, или покачивание с переживанием. Что вам легче запоминается? Или вот эти вот наши левитационные движения. Что легче в памяти возникает? Момент стресса. Вот у вас есть теперь инструменты. Пару раз вы себя поймаете на фоне стресса, идентифицируете себя с этим, посмотрите, что легче получается, а потом откиньтесь вот так вот, первый раз, если вы новичок, и отпустите себя, и вы соединитесь с бесконечностью. Вот это соединение себя в реальном масштабе времени, в конкретных, действительных ситуациях, в конкретном времени, с бесконечностью, с безмятежностью, безвремением, в течение минуты, полутора-двух, как раз таки там вы находите себя, что называется, здесь и сейчас. Не в прошлом, не в будущем, не в хаосе каком-то, не в многозадачнике каком-то, а в этом безмятежности, которой вы можете теперь научиться, так повторив несколько раз, в удобное для себя время, находить себе вот эту бесконечность, когда эмоции не сопровождаются мыслями, когда нет там стереотипов, шаблонов, когда нет там авторитетов, там есть вот это вот безвремени, вот это безвремени, некоторые люди называют Бог, а некоторые люди называют еще как-то, может быть, это называют природы с большой буквы, а может это называют как, ну, каждый по-своему как-то называет, конечно, вы это состояние знаете, оно у вас бывает между сном и бодрствованием. Когда вы переходите из рационального мышления в иррациональное мышление, и в этом промежуточном моменте вот это нулевое состояние безмятежности. Таким образом научаются люди становиться более уравновешенными и в нужный момент выходить из стресса. В следующий раз мы будем говорить о том, как переводить энергию стресса на решение своих вопросов, использовать энергию стресса. Сегодня век стресса, а это инструмент для этого, чтобы использовать энергию стресса в собственных интересах. До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok